Восстание 1863 года или Январское Восстание, Шляхетское Восстание на территории Царства Польского, Северо-Западного Края и Волыни с целью восстановления Речи Посполитой в границах на востоке 1772 года. Началось 10 января 1863 года и продолжалось по официальным данным до 19 апреля 1864 года, однако некоторые мелкие группы действовали до октября 1864 года. А последний действующий повстанец, 19-летний Штефан Бекчинский, сдался лишь в апреле 1865 года, через несколько дней после ареста Ксинза Бжузка, окончилось поражением повстанцев, подготовка и начало восстания. Вооруженному восстанию 1863-1864 годов предшествовал довольно длинный подготовительный или манифестационный период, не прерывавшийся с 1831 года. Деятельность польской эмиграции держала царство польское в постоянном напряжении, но жесткий режим наместника князя И.Ф. Паскевича не допускал серьезных осложнений. После его смерти, последовавшей в 1856 году, на короткое время наместниками становились князь Е.Д. Горчаков, Э.Н. Сухозанет, граф Кокаламберт, граф Э.Н. Лидерс. В 1861-1862 годах на территориях прежней Речи Посполитой, отошедших к России, усилились требования аграрных реформ, демократизации и независимости. Радикальные, демократические и патриотические группировки выступали за открытую вооруженную борьбу и готовили восстание. Начало подготовки к восстанию относят обычно к 1859 году, когда война Франции с Австрией подала полякам надежду, что после Италии Наполеон III захочет освободить и Польшу. Несомненно, однако, что первый приступ к организации восстания относится еще к 1857 году, совпадая с основанием сельскохозяйственного общества, возглавлявшей госе графа Манжеем Замойским и возвращением ссыльных поляков из Сибири по амниситии. В конце 1862 года конспиративная организация, готовившая восстание, охватывала около 20 до 25 тысяч членов и планировала вооруженное восстание на весну 1863 года. С лета 1862 года заговором руководил Центральный национальный комитет, основанный в октябре 1861 года под началом Ярослава Домбровского. В Литве и Белоруссии подготовкой восстания занимался Литовский провинциальный комитет, который возглавлял Константин Калиновский. Повсеместно организовались революционные кружки по системе троек, которые в совокупности должны были составить громадный и тесно сплоченный организм. Каждый рядовой член кружка знал только двоих участников и десятника, что значительно затрудняло раскрытие заговора. Более умеренные группировки белых объединяли аристократию помещиков за житочное мещанство. Программа белых отличалась от программы красных главным образом тем, что освобождение крестьян от крепостной зависимости предусматривало высокие компенсации. Национально-освободительное восстание откладывалось на отдаленный срок. Волнение начало волнения относится к периоду наместничества князя М.Д. Горчакова. Первой открытой манифестацией считают обыкновенно состоявшиеся 10 июля 1860 года торжественные похороны вдовы генерала Ю.Савинского, погибшего при защите Варшавы во время восстания 1830-1831 годов. Сами похороны прошли спокойно, но после них польские студенты и городская беднота отправились на соседнее православное кладбище, где стали плевать на могилы и рвать посаженные там цветы. Началась кампания против развлечений. В домах, где проводились балы, выбивали стекла. Появлявшимся в дорогих нарядах женщинам мальчишки резали платья. С магазинов срывали вывески, написанные по-русски и на любом другом языке, кроме польского. Русские жители Варшавы были завалены письмами с угрозами. Более значительно были манифестации в память годовщины первого восстания и особенно годовщины Гроховского сражения. Февраля 1831 года, 15 февраля 1861 года, во время очередной демонстрации при столкновении войск с толпой было убито пять человек. Сначала правительство надеетилось водворить порядок примирительной политикой и реформами. В марте было распущено сельскохозяйственное общество, которое стало центром сбора радикалов. 14 марта вышел указ Александра II о восстановлении государственного совета царства польского и учреждений органов самоуправления в Польше. 2 октября 1861 года новый наместник А.К. Ламберт, вступивший на этот пост после смерти Горчакова, объявил в царстве польском военное положение. Однако уже через два месяца Ламберт подал в отставку после того, как у него произошел конфликт с генерал-губернатором Варшавы А.Д. Герштинцвейгом, в результате которого последний застрелился на должность наместника, был назначен генерал А.Н. Лидерс. В июне 1862 года на него было совершено покушение. В то время как он прогуливался в парке, неизвестный выстрелил в него сзади из пистолета. Пуля пробила ему шею, челюсть и щеку, но Лидерс остался жив. После этого наместником царства польского был назначен великий князь Константин Николаевич, человек, пользовавшийся доверием императора и либерально настроенной маркиса. Велепольский был назначен при нем начальником гражданской части в царстве и вице-председателем Государственного совета. Однако вскоре после приезда Константина Николаевича в Варшаву на него было совершено покушение. Портное подмастерье Людовик Ерошинский выстрелил в него в упор из пистолета вечером 21 июня 1862 года, когда тот выходил из театра. Однако великий князь отделался легким ранением, было два покушения и на Велепольского рекрутский набор. Возглавлявший администрацию в царстве и польском маркис Александр Велепольский знал о набиравших силу национально-освободительных и реформаторских движениях и, рассчитывая на союз с белыми и умиротворение общественности, провел ряд либеральных реформ. С другой стороны, чтобы изолировать молодежь и ликвидировать кадры повстанческой организации, он выступил инициатором рекрутского набора в январе 1863 года. С целью изолировать опасные элементы в списке рекрутируемых были включено 12 тысячами человек, подозреваемых в принадлежности к патриотическим организациям. Начало восстания в царстве и польском. Объявление рекрутского набора послужило сигналом к открытому восстанию, которое продолжалось 16 месяцев. Уклонившись от набора вышли из Варшавы и составили первые повстанческие отряды. Общее заведование восстанием приняло на себя так называемое Временное национальное правительство, преобразовавшееся из Центрального народного комитета. В состав правительства вошли председатель Бобровский и члены Авейды, Майковский, Ксен Смекашевский и Яновский. Правительство, возглавляемое Стефаном Бобровским, издало манифесты и декреты, провозглашавшие крестьян собственниками их наделов при последующей компенсации помещикам за счет государства и гарантировавшие безземельным. Участникам восстания небольшой земельный надел из национальных фондов. Днем вооруженного восстания назначено было 10 января. В этот день в разных местах отдельные отряды совершили вооруженные нападения на русские гарнизоны. Всех нападений насчитывают около 15. Вследствие плохого вооружения польских отрядов и разрозненности действий эти первые стычки были незначительны. Русским войскам дано было приказание стянуться в важнейшие стратегические пункты. Позже это распоряжение было отменено и начальникам отдельных отрядов. Предоставлено было поступать сообразно с местными условиями. 27 января 1863 года в Петербурге была подписана Конвенция Альвен-Слебена Соглашение между Россией и Пруссией о взаимной помощи против польских повстанцев, Компании диктаторов. Компания Мирославского 7 февраля, 10 февраля 1863 года Людвиг Мирославский, возведенный Парижским центральным комитетом звания диктатора, Из Познани перешел границу Укшиева Сандза с секретарем Куржина и 12 офицерами-авантюристами различных наций. К ним присоединились 100 человек учащейся молодежи из Варшавы и ближайшие мелкие отряды повстанцев. Всего собралось от 400 до 500 чел. 7 февраля эта группа столкнулась на опушке Крижевосанского леса с отрядом полковника Шильдер Шульднера, Легко рассеявшим этот отряд повстанцев. Мирославский с остатками отряда ушел и 8 февраля соединился с Меленецким в деревне Троичек. Группа заняла пушку леса у Троичека, где была окончательно разбита 9 февраля Шильдер Шульднером. 10 февраля 1863 года Мирославский бежал в Париж. Компания Лангевич 10 января 7 марта 1863 года. Между тем в это время приобрел известность Мариан Лангевич. Увидев недостатки своей повстанческой группы он решил заняться ее организацией и потому шел в Анхоцк в густой лес, где собрал и организовал более 3000 человек с 5 пушками. Из родома выступил 20 января против Лангевича отряд Г.М. Марка. 22 января он занял в Анхоцк, откуда Лангевич заблаговременно отступил в Свинтакоржижские горы. Марк, потеряв с ним соприкосновение, вернулся 24 января в Радом. Лангевич стал лагерем у деревни Слупянова и монастыря Святого Креста. Здесь он пополнил группу новыми добровольцами. 30 января из Келец против Лангевича выступил отряд полковника Чингера и после тяжелого 40-километрового ночного перехода 31 января атаковал и практически разбил его. Благодаря умелой стратегической тактике Лангевичу однако удалось ускользнуть от преследований, выведя вместе с собой большую часть отряда. Разгромив отряд регулярных войск под Сташовым, однако не найдя поддержки в Сандемирском уезде, Лангевич итошел к Малогощу. На пути к нему присоединились остатки групп Куровского, Франковского и некоторых других, а в самой Малогоще – группа Езеранского. Отряд Лангевича возрос до 5000. Утром 12 февраля Лангевичу сообщили, что русские наступают со всех сторон. В результате боя под Малогощем совместной атакой отряд Лангевича был на голову разбит россиян, потеряв более одного – 100 человек. Отступив к Пясковой скале, замку ГР Мышковского, Лангевич 20 февраля был выбит и оттуда 22-го он пришел в Гащу. Узнав о намерении русских идти в Гащу из Михова, Лангевич 4 февраля дошел до Хробежа, откуда стал уходить в Граховийске под натиском отряда Ченгеры. 7 марта он переправился через Ниду и сжег за собой мост. Затем часть повстанцев ушла за веслу, а часть пересекла австрийскую границу. Лангевич был арестован австрийцами, перемены в правительстве. После бегства Мариана Лангевича высшее наблюдение за действиями отдельных отрядов снова перешло к правительству в новом составе. Оскар Равейде, король Рупрехт, Агатон Гиллер, Эдвард Севинский и Юзеф Кайтан Яновский. Новый жен народовый, испросив благословения папы, установил контроль в сборе и расходовании пожертвований. Позаботился о выдаче повстанцам хорошего вооружения и одежды. Восстание приняло форму партизанской войны. Отдельные отряды имели несколько успешных стычек с русскими войсками. В то же время Жонде сдал декрет о наделе крестьян землей и назначил князя Владислава Чарторийского главным своим заграничным агентом. Вскоре после прибытия в Варшаву графа Берга Жонде снова переформировался. Причем от старого состава остались Авида и Яновский. А вновь вошли Майовский, Голембергский и Кржеминский. Этот состав организовал департаменты для заведования определенными отраслями дел. Учредил поверочную комиссию по раскладке податей. Завел народовую стражу и т.д. Была также мысль организовать хотя бы небольшой флот, чтобы заставить европейские державы по одному из принципов международного права признать Польшу воюющей стороной. Но после одной неудачной попытки эта мысль была оставлена. Повстанческий генерал, позже самопровозглашенный диктатор восстания Рамуаль Траугут, поначалу оставался в стороне от вооруженной борьбы. Только в мае 1863 принял командование партизанским отрядом в лесу около Кобрина. Соединение Траугута было незначительным. Его максимальный размер в июле 1863 года около 500 человек. Его отряд от 5 до 13 мая 1863 года провел три стычки с регулярными войсками под горками. И это было единственное крупное сражение компании Тругута. Уже 1.13 июля 1863 года его соединение состоящее из почти 500 мятежников было разогнано, а сам Тругут Чукдом сумел бежать в Варшаву. Вскоре Рамуаль Траугут смог взять под свой контроль все подпольные структуры в национальном правительстве. 2 августа 1863 года Траугута было присвоено звание генерала повстанческих войск. А уже 5 октября 1863 года он провозгласил себя третьим диктатором восстания. Он же оказался его последним диктатором и был признан лишь частью представителя национального правительства. В ночь с 30 юна 31 марта 1864 года он был арестован властями в Варшаве. Вместе с остальными лидерами мятежа казнен 5 августа 1864 года.